приветствую итак нанял двух пешек неплохих так отправляемся по квесту тогда из северных ворот куда-то вот сюда получается странная здесь не ходил а нет это видимо чем-то карта здесь а вот она открылась все понятно прогружается а да тут совсем недалеко что ли я думал подальше чем то место куда я уже ходил а это прям рядом здесь на берегу ну и хорошо за новом шкурки сейчас под парнем а давайте давайте протестим наших бойцов ну-ка покажите себя ничуть агонтируем не плохо учитывая что ящерки бронированная как всегда я специально взял бойцов у одного получается электрик электрический урон да у другого святой или урон света в общем против вражин из тьмы из нежити если такие будут не встречаться они будут из них все дерьмо выколачивать там были огненные но огненные и так рафталия может накладывать так что я думаю что так видимо не здесь видит нас по росту гейн сайдер резинс джаджмент вы москва и вы обид вот так вот зараза прокачанные ветки так не хочешь поступить на службу осторожно тут все очень хрупкое ты кто хотя ладно неважно я ищу осколки синего кристалла ты че их я щедро тебе заплачу чем больше осколок тем выше награда так а вот это вот не он мелкий осколок синего кристалла мелкий осколок синего кристалла тут же прямо рядом есть нет так еще один все еще есть да слушай тут многовато там уже их нету наверно да потому что они не в зоне поиска потому что эта зона показалось наверное только в ней имеет смысл искать и не назад 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 на рыбу поймал ты сейчас утонут еще ну что у тебя есть осколки синего кристалла ему только один нужен из тех которые собрал кстати маленький осколок светящийся стран с странным голубым светом один из немногих выброшенных на побережье ульта баталь и это все-таки маленький кусочки никуда не годятся однако я думаю что все равно найду им применение держи свою монету и проваливай чё это точнее кристаллическая субстанция из которой он состоит глаз повелителя стул золото очищая такие кристаллы любой может обрести силу восставших то есть способность командовать пешками однако мелкие частички бесполезная их сила не может сравниться с силой восставших кстати если наткнешься на большие осколки принеси их мне хорошо однако это может быть непросто поскольку думаю мучительно прочесали эту местность возможно более крупные осколки были ошибочно приняты за драгоценные камни и унесены падальщиками коллекционерами или кем-то еще быть может оракул или драконорожденный помогут тебе их найти это все что я могу сказать так так но тут просто дальше вон нужно пройти вроде бы отмечено на карте наскальная живопись а это был это для меня спасибо может быть здесь что это там телефон это всегда хорошо ладно использую так уж и быть вашу любимую все не трепыхайся ультанул еще наверху сундук голубика путеводный дуб ничего особенного на самом деле а вот здесь сундук еще престижный осколок камня пробуждения да ну я не пойду там за какой-то херни рисковать что у меня сейчас пешечки мои упадут прибрежный храму дороги незатейливый ладан разлома драконий кристалл пять штук с давних времен дракония кровь использовалась для улучшения снаряжения я сам научился этому искусству расшифровывая древние тексты помни драконий кровь течет и в жилах низших дрейков пронеси мне свою добычу я обращу ее тебе во влага улучшить снаряжение а вот они как сделали тут у него можно улучшать снаряжение до драконьего типа но это стоит драконьих кристаллов у меня вообще снаряжения нет такого максимально улучшенного но и есть у рафталии уаль предвидение могу и чё это даст но это даст самоцвет заклятий ухты посох посох будет еще более такое у меня этих кристаллов то в принципе многое тратить ли на это или нет но вот оружие дороже всего стоит а почему стоимость улучшения мне недоступна драконьих кристаллов у меня их до хрена а их нужно брать с собой прям недостаточно драконьих кристаллов да ладно у меня их очень много я драконов-то много наубивал но типа их нужно с собой брать обменять предмет ого стрела погибли к и уау а вот и кристалл возврата можно у него взять да это еще даже нет камень я точно него не буду покупать потому что можно за деньги купить стрелу погибели я бы взял однозначно еще пригодится и кристалл возврата блин придется к нему еще бегать перешат что значит эти узы несчастную судьбу или странное благо расскажи о драконе дракон воплощение разрушительной силы хотя это не значит что он олицетворяет зло уразумей понятие добра и зла есть выдумки смертных и потому к дракону неприменимы это существо более высокого порядка как и ты теперь когда дракон отметил тебя выделив среди прочих расскажи о восставших восставшие срансцендентные существа всегда избираемой и драконом дракон сам отмечает того кто должен его сразить когда появляется дракон появляется и восставший если этот восставший пойдет на его место придет другой цикл себе обречет продолжаться до тех пор пока дракон не будет повержен ибо так предопределила воли этого мира. Расскажи о себе. Я лишь тень того, кто когда-то был восставшим. В последней битве с драконами я утратил волю, что должна была помочь мне не извергнуть существо. А поскольку восставший определяется силой своей воли, с того момента я перестал быть восставшим. Такова воля мира. Осмелюсь предположить, что это она ведет меня, заставляя делиться этими знаниями с тобой. Чего они там зарабатывают? Я бы сейчас первый уровень получил просто... А, это... Или мне за диалог с ним дают... Что это? Это баг какой-то? Расскажи о глазе повелителя. Глаз повелителя? Прости, но я никогда о таком не слышал. Однако, несколько лет назад сюда пришел чародей из Баталя. Он искал знания драконей, как и ты. Фаезус, дается мне, так он назывался. Похоже, его намерением было изменить волю мира способами смертных. Возможно ли, что здесь существует связь? Расскажи, где найти дракона. Тебе не придется искать дракона. Он найдет тебя сам. Да не заблуждайся. Дракон предстанет перед тобой, когда придет тому время. Однако же я могу пересказать слух, который услышал на днях. Говорят, дракона видели в деревне Харф. Но вряд ли этому можно верить. В конце концов, тебя отметили как восставшего. Значит, дракон сам явится к тебе в ночное время. Могу предположить, что даже если существо с обликом дракона и соответствующей разрушительной силой действительно появилось в деревне, вряд ли это был тот самый дракон. Быть может, фальшивый дракон, но точно не настоящий. Расскажи о дракониях кристаллах. Вещество, о котором ты говоришь, состоит из кристаллизованных капель драконий крови. Драконий кристаллы можно получить не только от настоящего красного дракона, но и от низших дрейков. Они хранят в себе некую часть драконий силы и при правильном использовании наделяют владельца силами, затмевающими волю этого мира. Что ж, иди, но загляни ко мне снова, когда прольешь драконию кровь. С давних времен дракония кровь использовалась для улучшения снаряжения. Я сам научился этому искусству, расшифровывая древние тексты. Помни, дракония кровь течет и в жилах низших дрейков. Принеси мне свою добычу и обращу ее тебе во благо. Прощай, счастливого пути. Прибрежный храм у дороги. Доставьте прибрежный храм у дороги, где находятся драконорожные драконии кристаллы. И вас ждет щедрая награда в виде редких предметов и прочих благ. Драконии кристаллы можно добыть, лишь одолев драконоподобных существ. Но, если я хочу, получается, суповую топ-снарягу, придется ему оставить один кристалл. Может, потом заберу, но пускай и будет здесь. А то каждый раз сюда бегать я охренею. Я же могу здесь его оставить? Или в чем проблема? Огонь. У меня 90, 90 дракониях кристаллов. Очуметь вообще. Так, использую повозку, чтобы в приграничный город ехать. Потому что там пункт назначения находится как раз между этими локациями, но ближе к приграничному городу. Так что даже если мы ее всю проедем, то выгоднее будет от него быстрее добежать. Но если повезет, то как раз на повозку нападут в процессе. И нам будет еще быстрее и проще добежать до нужного места. Идеально! Повезло хоть когда-то. Сейчас тот случай, когда можно даже, чтобы повозку уничтожили, я вообще пофигу. Так, тут какая-то хрень, храм благословения. А это что такое? Привидение? Восставший, я знал, что ты придешь. Ты ищешь ответы, и ты получишь их, если в моих силах будет узреть таковые. Раскрой тайну Глаза Повелителя. Откуда ты знаешь, кто я? Раскрой тайну Глаза Повелителя. Как бы мне ни хотелось это признавать, я мало об этом... Я мало знаю об упомянутом тобой артефакте, хотя я расскажу все, что смогу. Я чувствую земли, пропитанные теплом, сродни твоему восставшей, теплом силы жизни, которой ты обладаешь. Теперь они лежат на много сажений ниже поверхности моря, в месте недоступном для смертных. Хотя это странно, ибо я чувствую также, что это тепло приближается. Кажется, со временем тебе откроется путь, и ты сможешь отправиться в самое сердце этого тепла, столь похожего на твое собственное. Возможно, драконорожденный сможет рассказать больше. Если хочешь расспросить его, поищи в деревне Харф. Открыто призвание иллюзионист. А у нее тут что-нибудь подфармить, нет? Неужто ты не знаешь, что делать, восставший, или дракон извили, но я могу тебе найти дорогу, и, коли пожелаешь, беседовать. Одно ясно наверняка, происхождение этого артефакта можно отследить до баталии. Заплатить, помни мои слова, и найдешь предназначенный тебе путь. Высшие силы говорят мне, что деревня Харф следующая веха на пути твоем. Туда и направь стопы твои. Это не последняя наша встреча. Опаньки, тут жучок. Есть. Так, спас какого-то чувака от волков. Благодарю, это тебе, и теперь мы в расчете. Две тысячи золота. Так, еще какого-то спас, нескромниче, позволит благодарить ядовитых аспидов тут. Тут еще какая-то хрень. Так, тут да, тут есть пещера. Или что-то в этом духе, куда мне неплохо было бы попасть, чтобы выформить кое-что для крафта. Крафта лука, потому что я уже сто лет не могу лук лапнуть. У меня чего только нету, но нету именно редких вещей, которые требуются. Тут престижный сундук. Престиж. Еще один престижный сундук. Еще золота. Мало. О, какой-то леший. О, какой-то леший. О, какой-то леший. Ставь, пока! О, какой-то лис. АПЛОДЫМАНИЕ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДЫМа АПЛОДИСМЕНТЫ ИНО. КАКЛЕВ. О, how? Что-то тут много всех ополчилось Если мы продолжаем так, победа скоро будет нас О нет! Он женщин хватает и выносит вот этот вот Поехали! 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 Мне нужны клыки варгов! Да, они здесь! О, они здоровые! Очень здоровые! Мини-боссы полноценные! Поехали! 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 я помотаю где-нибудь в лагере поблизости, если получится. Клык красного волка. Все не то, что нужно. Я не был в этой пещерке. Смотри-ка. Повелитель грозы. Еще тут есть повыше сундук. Расправленные крылья. Видимо, для этого, для копейщика. Так, тут костер рядом есть. Ну-ка, разобью здесь лагерь. Может, время промотать, чтобы этот варг появился. Так, я через день пришел. Интересно, варг возродился через день или, надеюсь, тут не как с медузой. Блин, он не возродился, что ли, жепа. Да, он не возродился, тут еще этот сдохший. Да, херово. Через еще день тут трупа варга нету. Ну и нового варга нету. Вот опять еще одной грифон, похоже. А, ну вот тут вот возродились мудаки. На вот этой локации. Может быть, это где-то получается через четыре дня. Не через неделю, но и не слишком медленно и не слишком близко. Может быть, как бы это признак того, что варг в пещере тоже возродился. Нет, нихрена он не возродился, капец. Очень странно, получается, вот эти лагеря бандитов возрождаются там дважды. Они что, фиксированные? То есть... Например, по четвергам они возрождаются. И так попало в прошлый раз, что у меня было... был четверг раньше, а варг возрождается только, я не знаю, по понедельникам. Слушай, ну это просто издевательство. Смотри, здесь восстановились даже вот эти вот скелеты, которые были кроме варга. Даже клыки уже чудовищ. Какого хрена? А варга нету. Не хотят же они сказать, что он как медуза примерно во сколько там? В 10 дней или 2 недели? Раз в 2 недели? Это вообще жесть. Или варг не возродился за этих мудаков, которые здесь были. Как это вообще возможно? Даже эта, шахта возродилась. Это капец. Слушай, они чё стали... Они тут пещеру-то чё оккупировали? Тут варг был. Это жуть какая-то. Я уже даже серебряную коронку здесь нашёл. Но того, чё надо, нету. А как кто-то... Просьба. Меня отправляют в дальний поход, но ни один солдат не может присоединиться ко мне. Смею предположить, что я справлюсь и в одиночку, но от зверей и разбойников можно ждать чего угодно, а мне необходимо добраться до места назначения, так что буду признателен, если ты место проводишь. Охренел? Даже он мне не дал ничего. Да ну нафиг. Я пока не хочу, шоу, жаль, но настоивать не стану. Где тут, блин? Дракон или кто тут был? Я кого-то слышал. Ну они... Время игроков, конечно, вообще ни во что не ставят с такими хренями. Он даже не возродился, я тут, блин, две недели ждал. Использую в деревню Харф быстрый телепорт. Я знаю, что там новая игра плюс есть, где-то всё ты можешь фармить, улучшать, но, блин, как бы надо... Ты как раз вовремя, у меня есть особая история для тебя сегодня. Ну или я хотел бы так сказать, но уже поздно. Сейчас лучше отправиться спать, утро вечером он дренеет. Удаёт. Посреди дня. Зимной сон. Доброе утро, посмотри на море, друг мой. Сложно устоять, чтобы не прыгнуть в лодку и не отправиться в море, не так ли? Сейчас. Я ведь рассказывал о стонувшем храме посреди моря, не так ли? Да, я совершенно уверен, что упоминал о нём. Но я никогда не говорил о человеке, который там живёт. Он был настолько достойным правителем при жизни, что войска его защищали даже после смерти. Но на самом деле, давным-давно ему было поручено наблюдать за нашим миром с небес. Тем не менее, он устал нести долг и оставил свой пост на небе, дабы основать маленькое королевство на земле. Увы, хоть он и был справедливым и добрым правителем, никто из живых не помнил его имени. Звучит прескоробно, но, как по мне, всё дело в точке зрения. Забвение может быть и благословением. Я знаю, это не понаслышке. За мои долгие годы я не забыл ни одной вещи. Я помню всё в малейших подробностях. Если бы я только мог избавиться от некоторых воспоминаний. Звучит как ложь, но это правда. Ты же знаешь, я говорю только правду. Приходи ко мне снова, если же ли пожелаешь. У меня ещё много историй в запасе. Руины из-под воды. Святые небеса, впервые вижу что-то подобное. Я не знал, что в глубине этой пещеры есть руины, пока не появилась тропа. Сдаётся мне, это была магия. Можно было бы заняться расследованием, если бы это место не кишило чудищами. Боюсь, перед входом туда мне понадобится оружие получше. В любом случае, лучше сообщить об этом на какие-командиру. Надеюсь, всё будет в порядке. 25 тысяч долг, 3200 опыта. Такое чувство, словно там лежит нечто и подстерегает нас. Узнаем, когда увидим всё сами, так что вперёд. Труду не согласиться. Возможно, нам следует осмотреть пещеру в бурь. Похоже, там происходят странные дела. Даже не знаю, что сказать. Бьюсь об заклад, что это... Помните, мы шли, там дальше ящеры были и тупик. Вот, скорее всего, тут тупик открылся, наверное. Так, вот это расправленные крылья глефа. Лезвие, которое похоже на летящих грифонов. Изогнутые клинки напоминают клюв грозных созданий, настолько же смертельно. Ну да, для копейщика. Так, этот Сигурд копейщик до сих пор не отглючил. Ни подарка ему подарить нельзя, ни поговорить с ним о чём-то новом, ничего. О, камень перемещения у бродячего торговца купил. О, ещё один камень перемещения вот здесь есть у торговца. Какими-то зельями или хэндзайд. Не хватает им тут в городе какого-нибудь сервиса по улучшению снаряжения. Что ж, кто в лайк и коммент молодец, я веду, если кук конец.